этот фильм мне подарил один известный блогер который приехал сюда вихляндию для того чтобы снять фильм про эту усадьбу сказочную для того чтобы потом сделать компьютерную игру вот так как красиво сказал уже за рубежом есть какие-то 3d и игралки вот он несколько тысяч три дня снимал фотографии хозяин разрешил ему это бесплатно делать и он как благодарный вот этот съемщик подарил мне фильм снятый там на квадроцикле или квадрокоптере или на вертолете ну короче такая машина которая вверх летит и и смотрите какое качество вот я вам скажу про эту усадьбу вы увидите это усадьбы уже то есть я ее оформляет десятый год то есть дом наружи ну лет восемь стоит все и сейчас вот эта съемка покажет тут смотрите в каком качестве вот этот фасад выдержал морозы минус 30 дожди солнца вот сложнейшая крыша которая вот ведь она не чем она сложная она не по уровню сделано то что дом косой кривой и не один плотник не захотел собраться меня пришел мне пришлось эту крышу делать самого выборите ее а потом таджики и из ну пришла бригада таджиков и и короче ее обшили деревом но ответе на задранные концы у ней и крыша на металлическая и наверху нету уровня виде поэтому по-другому не получалось сделать крышу вот там такая своеобразная то есть вот на этот дом ушло где-то примерно 300 дней то есть два года два сезона его строю потому что зимой мы не работаем то есть пока я делал улицу три таджика делали кладку ну как мы его строим не эскиза вне проекта то есть с хозяина поговорили будем строить так горит не так хорошо чего строить он есть дом я в бане буду жить он же в бане яму даже свой телевизор такой хозяин олигарх которому он чистый русак казак его отец военный и он как будем донской казак короче это с этого очень нравится сказка вот нему сделал забор рядом в этом городе делал детский парк три богатыря и он меня пригласил сделай мне что-нибудь ну давай-ка меньше камином внизу не в бане там камин но то я посмотрел вот увидите внизу зеленый этому находит это хозяин володя царь бенедеева а жил в этом деревянном дом дома дал он мне перед живите вам нужнее я сам пошел жить на чердак я говорю слушай володя стыдно говорю мне стыдно что ты живешь на чердаке где даже света нету и по лестнице ночью лазишь мне пришлось этом сделать ему лестницу винтовую свет провести и говорю давать дом тебе построит он не есть дома у тебя нет устроить сами жители это вот это и есть россия славяне которые приняли мне в семью теперь он не обратно своим называет не знать старшим младшим я могу володя ты понимать что теперь тебе даже умереть не за тебе семью хохлов колесниковых надо кормить понимать то что нашишь много у меня три зятя три дочки три внучки понимаете кто их будет кормить у нас на корень и работы нет я там нафиг никому не нужен углы ладно тогда я буду жить 120 лет начал устроить дом а чтоб как дом строить мы устроили уж таджики я только рассказывал руками махал куда кирпичи вложить а чтобы не скучно ему начал двор оформить беседки там цветочники и вот давите вид сверху там ангуре речка у не таковите речка текет я говорю возьми экскаватор раскопаю пока никто не видит тебя будет широкая речка и смотрите потом лодку купим и будешь это гондольером будешь девок возить он девчаток любит вот это вот он и по вот этой речке будем же шнулись как его не могу раскрутить чтобы лодку купить я чувствую что придется мне и купить потому что ему как бы не особо на тут видео такой вид сверху то есть потихоньку потихоньку пока ему беседку строил люди таджики там залили фундамент фундамент он всего на метр в землю закопанный я не помню там три машины нары ушло бетона на него этот поскольку там по по 10 кубов по 12-30 кубов бетона ушло я сделаю виде стакана то есть фундамент нет я не понимаю мне три класса образования там промерзание замерзания вот просто выкопали штыкаю лопатой таджики выкопались юсби поставили опаловку там шив три ряда сделали арматуру там десятку наверно ну там есть этой фотографии как мы это делали и эти сделал типа стакан такой плавающий фундамент но были у меня там небольшие ошибки дум этот построенный с газа силиката он достаточно легкий армированный вот видите вот это в бане раньше на гена деревянная так по потом дорожки мы начали делать настолько умный беринги играет вы хочешь делать что ты хочешь что хочешь то и делать и сны и вот то так мы начали мог делать усадь а потом народ смотрит бит пацаны а чудо такое строить и кому это строить это парк не не парк а там рядом недорог ничего нету подъехать не то говорю володя ну что делать ангет так или что-то денег вот этот доллар там скаканул 3070 стал не горит так тяжело давай говорю билеты будем продавать народ будет ну кто хочет поддержать столько пойдет там 100 рублей часа сделаем дорогу отсыпем там и вот он поставил билеты народ пошел и с удовольствием пошел на смотреть как он деньги пошли мы стали дорогу отсыпать вот речку благоустроить это я ему сделал такую дом пирата маньяка антон он написал что 100 102 года вот такой домик пирата этой эскизы бориса туганова я о мы его по интернету с ним познакомились он жил в питере и он то ли с афгана то ли не знаю там контужен или не контужен ну короче такие эскизы делал что только вот володя мне разрешил по ним работать просто другие не вообще не понимали что это такое я бориса при к пригласил в москву он взял велосипед сел в поясе на велосипеде в серпухов короче приехал такой такой смешной был и пара поработали внутри четыре года с ним он работал с нами в серпухове на другом объекте и нарисовал куча гениальных эскизов которых еще на роли 10-20 народ не будет воспринимать вот володя вот этот бериндей ну повелся на вот этот дом ну кто захочет себе череп с костями не вот володя дал а я понимал что только здесь я могу такую работу и сделать вот ему сделал домик пирата маньяк антона то есть вот эти все лодки это его любовницы это его там подружки с которой по жизни шли он никого не обижал и там даже каждый каждая лестница имя девушки которые там или его обижал или он их обижал это песню тоже тоже он сказал какие имена я не написал в этом домике пирата маньяка он лишь маньяк у нее вот это там куча имен девушек а вот это вход вот такой мы вход сделать начали мы с этого забора потом вот этот у нее этот дом деревянный ведь я его сетку пристрелял и обштукатурил там где-то 8 9 10 лет вот этот домик деревянный стоит под бетон я как по получать за как бы в этом домике я уже там 8 лет мы каждый сезон переезжаем и я живу в этом вот смотрите вот какой интересный дом то есть ну я куру володи сколько делаем три этажа или 4 вы хочешь проблему могут конечно хочу мне скучно ну круто достроим 4 этаж потому что его по конституции нельзя четыре этажа строить ты его потом не ставь так как-то будет на мой вид хватит а кто хочет тут пускай издает вот ему построить 4 4 этаж а такого там у меня типа кабинета находится ну там еще и звездное небо надо рисовать есть фильм как внутрянка дом отдельный при желании вы можете зайти на канал и найти а как там в доме устроен но особо туда не пускает людей ну уже когда себе губернатор прижать там двери приходится открывать или там какую-нибудь генерал армии то есть друзья там приезжают или пролетают вот они на вертолетах то он приходится открывать но уж ему построить скоро скромненький домик этот мужа надоел он для меня большой я ему уже есть эскизы как сделать ему поменьше да вот смотрите там наверху вот такая девушка ну она это эльфийка такая вот она сидит и и смотрит ну вот это какой-то и забыл какая-то хрень даже имя забыл в том году я сделал недавно вот он сидит зубы всем показывать люди фотографируется вот такой мостик мы сделали сухой овраг потому что здесь вода очень близко грунтовую воду там на метр на полтора и чтобы не какой-то ландшафт сделать из-под дома отвести вода и такой сделал сухой овраг ну или просто для ландшафта и потом на такой гостевой домик построили это давайте назовем домик бобовых степель он там стоял на двух . ну когда вот эти маленькие домики поставили началась вибрациями пришлось от 3 форм сделать эту работу делала моя дочка лена то есть я только вывернул каркас и сделал конструкции а все остальные художки делала моя . я там мне денег не было мне пришлось ехать в казань зарабатывать или в воронеже уже не помню уходить на другой объект то что он всю бригаду не мог нам выкинуть но потом уже пошли люди пошли билеты и уже получается что и я опять приезжаю начинают застраивать этот дом вот видите какой дом крыша здесь это домик пенопластовые он теплый там теплые полы сделаны то есть ним спать можно но пока руки не доходит его запустить туристы приходят сюда смотрят ну хозяин живет назовем правильной жизнью не рвет не гребет живет потихонечку и чем судьба дает он это просто принимает виде цветы очень любит у нее там вот здесь там целая бригада девчат которую козельки живут они ландшафтный дизайн так не следят за этим цветами я я цветы как бы не люблю ярких питомом сделал бы и один раз вот как цветочки мы даже и поливать но будет нет надо цветочки надо чтобы это так хорошо и вот смотрите вот так вот фасад и краска вот это оно восемь лет стоит краски не делает специальная фирма на 15 лет и работа одной краской это такой если типа регион называется он находится на украине херсонской области мой друг делает краску он этой краской красит черепицу водоемы и вот он ее адаптировал под художественные краски то есть она стойкая глянцевая я ей не лакирую не лакирую ничего это вот так она стоит вот будем восемь лет там шесть лет спустя то есть вот не трещин не того вот она затекает там краску конечно приходится ну сложно доставлять доставать доставлять ее везем ее с херсонской области вот будем говорить ваш козельск вот вот эти вот стены не пенопластовый навесные все технологии такие а вот эти стены с газосиликата сделано вот будем говорить вот видите крышу сейчас ближе показывают тут крыша тоже бетонная она сделана гидроизоляция вот так она стоит уже там 7 8 год вот мы видим здесь немножечко рванул и краска видована да гладкая я чуть-чуть где-то отстрелил а так вот в хорошем состоянии весь фасад так он работает вот это у него видите окошко это у него там типа оранжерея и спарка то есть цветы там аквариум там тоже внутри тоже все с бетона сделано но стены здесь достаточно толстые они сделаны с газосиликата в два кирпича или как кирпич назовем между ними два ряда кирпича стоят наруба между ними прослойка в 10 сантиметров и вот эти стены внутри они фольгоизовым отбиты и получается ну и коронированные таким то есть инфракрасные лучи остаются внутри дома то есть типа как сам и потом идет воздушная прослойка идет потом второй газосиликат и потом идет гипсокартон внутри коридоры которые там общественный то есть не спальни мы делали с бетона делали лепку там с гипса если есть фильм отдельный будем говорить фильм а вот это смотрите такой у меня дракон который поймал барашку и это барашка на крыше с ним бодается на них она не боится этого дракона видит дракон с такими вот вишнями и вот видите такая ветка под 6 7 метров представлять она тонну 2 весом для такую конструкцию выдачу по настояла вот присмотритесь а такие здесь такие штыри чтобы никто не не напал мне до дом не взяли приступом вот видите здесь крыша вот великолепно выдержала ну считайте сколько лет мороз солнце все это но держится и покраска когда вот этому делали эльфийку там были леса и дочкой раскрасила в это время летал орел и прям бросился на ленту чуть не сбросил с лесу потом что-то испугал как крутили увидел что это не баран это моя дочка и и как решил не мешать ей красить мог была такая история что крылом чуть не ударил лента которая красила петельфийку вот он решил скинуть несколько фоток а какой здесь фундамент вот смотрите вот это реальный фундамент который находится под этим дом то есть не знаю как на полтора на два на три метра вот залили фундамент залили плиту и вот видите первый камень сюда хозяин деньги то я закладываю первый камень хозяин вот видите стоит рядом со мной и ну принес какую-то серебряную монету и вот этот таджик рапшан или рома как мы его назовем уже со мной 10 лет работает практически вот три человека построили этот долг после нигде на жили по 100 кирпичей то есть на него ушло 4000 то есть за 40 дней него построили вот смотрите как верю кирпич фольгоизол воздушная прослойка вот такие плиты мембраны мы лили соединяли все это вели бетономешалкой вот стены эти были выносные и живы нелегкий были спинопласты есть такие технологии вот опять юсб мы так делаем подпоры очень сложно было делать плит или тему как чисто не лить их ли легкового а вот все таки поставить опалубку ну это теперь стены до пенопласта такое пошло оформление мы с ленкой его то есть пока не любит или вы уже снизу начали ляпать его видите подвесные леса на профилях все это вываренное поставленное вот и то есть потихоньку потихоньку каждый делал свою работу и вот на этот грудь на этот дом там ну что-то я считаю что 300 дней мы по полгода работали у нее то есть это два сезона мы два года строили так